Сколько можно ждать? 6 часов 40 минут утра, королева Дидона. Ни-е-ра-себе, пацанчик! Ни-е-ра-себе, пацанчик! Ни-е-ра-себе, пацанчик! Организм здесь! Ни-е-ра-себе! Он уйдет! Вот это поворот! Потрясающе! Главное, что мне не пришлось от него... Эмм... От него не бегать, а... Уворачиваться! О боже мой, что за музыка на заднем фоне! Ам, окей! Боже ж, ты мой! Я не думаю, что он в состоянии сказать goodbye! Ты понял, что мы в твоей фазе! Мы в твоей фазе! Что случилось? Будь осторожным! Будь осторожным! Будь осторожным! Будь осторожным! Будь осторожным! Ладно, попробуй уворачиваться в следующий раз! Я не вижу! Эта камера как диско-болзер! А он после телепорта, у него сердце обнажается, окей! Это я увидел! Ага! Ловил тебя козел! Где он? Крис не подсказывает, где он! Молодец, Криси! Ух ты, Крис, молодец! В сердечко-то ему попал! Я пытался вернуться! Он не так много ХП сносит! У него ещё сзади горб есть! Чё ты не идёшь так медленно? Господи, сраный эстонец! Поднимайся, поднимай свою жопу! На этот раз я тебя заметил, ублюдок! О мой бог! А, ну, смотри, на ком сердце есть! А, ну, смотри! На одном сердце нету! Охереть, я так полагаю, 300 лет буду с ним сражаться! Окей, я так полагаю, лучше мне дробан взять! Дробан лучше пробивает! А я успел выстрелить! Ух! 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 Ты успеешь что-то сделать! А, да! Надо бы его просканировать же ещё! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Как плохо? Видимо мне дали очивку за исследование всех врагов! Ну, хотя я вроде бы в него стрелял, но ладно. Попал. Ну, твою мать! Где трава? Я видел где-то траву здесь. Ничего показалось? Твою мать! По-моему, траву где-то здесь видел. Какого хрена? А, вон она, все, вижу. Пока гонялся за травой, меня уже ударили 300 раз. Вау! Крис помог? Ух ты, Криси, молодец. Как? Я стрелял! А, за него дают, смотрите, за него дают. За него дают аптечки. Каждый раз при сканировании. Ага, у него какая-то другая уже пошла. Паза, смотрите. Он сейчас начал типпортироваться несколько раз. Обманку ставить. Я его не вижу. Я это случайно получил сделать? Ах ты, тварь. Старая атака. Начал чередовать. Значит, он подыхает. Ну, я же нажимал. Точнее. Бил его. Где он? Я его не вижу. Сколько можно, а? Хватит. 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 Ну, отлично. Охереть. Он даже не дает понятия, сколько ему до конца осталось. Аптечка, халява. Это тоже случайно получилось. Увернуться. У меня патроны качаются, чувак. Давай же подыхай, я не знаю. Где-то патроны были. Это все к пистолету. Ах, плохо. Хватит свой пугач включать. Увы. Увы. Стоять! Есть! А вот это я уже намеренно сделал. Вау. Вау. Я уже не понимаю, что творится. Последняя аптечка, козел. Ну, охерительно. Я пытался вернуться. Нахер пошел. Ну, блин, ну, капец. Ну, что я с ним сделал? Ничего. Ну, все, я труп. А что я сделаю с ним? Ну, не на что это. Тут тупость какая-то. Сейчас все самое начало. О, боже мой. Как... Ладно. Надо было стоять на месте, уворачиваться, наверное, от ударов. Все с самого начала. Потрясающе. Это просто зашибись. Мне так интересно. Оферительно. Я не думаю, что он в состоянии сказать goodbye. Нет, надо с самого начала перепроводить нахер все. Чушь опять началась. Сейчас нахер это на полчаса битва растянется, как обычно. Говно какое-то опять заснули. О, давайте сделаем много хп, чтобы затрахались, проходите. Да. Любитишки, давай. Я пробую из рабовика пострелять сейчас в сердце. Ну вот, из рабовика не получается у меня в него выстрелить. Отлично. Лучше уходить от него, не стоять на месте. Обалдеть. Да какого пуля? Надоело это уже, это тупость. Я пытался вернуться, ни хера не получилось, как обычно. С него, по крайней мере, две аптечки можно содрать. Я выстрелил в него. Да что за тупость такая, а? Ну а я ничего не могу сделать, даже перезаряжаюсь. Да ну там вас нахер, а? Вон, постоянно он сзади появляется, все, понял. Понял я его тактику. Так, все, он переходит во вторую стадию. Потрясающе. Потрясающе. О боже ты мой. Не понял, что он отошел. Ну вот, попробуй прицелиться сейчас, попробуй. Разобраться, прицелиться, окей. Да пошло все нахер, да самом деле, это тупость какая-то, а? А, он видит, что я иду к... Я попал только что, я попал! Не надо мне тут. Я нажимаю эту кнопку А, дофига раз уже нажал. Охереть какая-то у него, а какой радиус атаки у этой. Здесь вообще ничего нельзя было разобрать. Он меня в угол загнал. Ну вот как мне в этом разобраться, вашу мать, да хватит уже, а? Да. Кто это придумал? Мать твою, а? Я... Я щас нахтер выкину эту игру из окна. Потрясающе! Он меня схватил! Вау! А если бы я и не сразу не прицеливался, что бы было тогда? Он бы меня поймел. Что делает Крис? Так, окей. Я увернулся, пытался. Потрясающе! Нихера не получилось. О, отпечаток! По крайней мере, у меня есть патроны. О, это ну его нахер, а? Кусок говна. А-а-а! У него эта херня похожа на геморрой вылезающий здесь. У тебя на сиське геморрой, козел. А-а-а! 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 А-а! А-а-а! 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 Сейчас только выйду, он меня убьет! А-а-а! Вау! А-а-а! 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 А-а! 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 Это невозможно. Это просто жопа какая-то. Да вы посмотрите на эту чушь. Это нереально. Да вы чё, шутите, что ли? Грёбаные японцы, кому нахер интересно убивать финального босса 40 минут? Тупые кретины! Говно, это голимое. Кто так делает финальный босс? Уже 5 часов утра, я целый час сижу, убивая финального босса. Что это? У меня патронов не хватает на него. Патронов? Патронов не хватает на него. Я не думаю, что он в порядке. Патронов не хватает на него. Патронов не хватает. Охереть, я хотел вернуться, потом подумал, да ну его нахер. Странно. перезарядка чуть менее не уничтожило охереть ну что я сделаю не че в данный момент да я переключил уже на винтовку а вот какой странный интерфейс здесь а тут пизна голимая что я делаю ничего я не сделаю это случайно получилось если появлялись прямо передо мной то значит сзади настоящий а он начал обманку пускать но здесь я облажался да говно собачье какое-то серьезно без чекпоинтов окей почему я сейчас он не упал не знаю уйда пошло все нахер а козел как не пронужено вот козел чёрт не дает мне патрон для магнала взять а я уже сканировал ну чё это пошел нахер от меня ой боже ты мой это так интересно опять меня поймел здесь нужно восполняемый запас травы вставить тогда вот то факт его даже не увидел вставить да это л а а а по и и и а и и и Козёл. Ну, от этих атак я вроде как более-менее уворачиваюсь. Но никак не могу в жёлтый этот глаз попасть. Ну, а сейчас и перезаряжался. Во время перезарядки она не может уворачиваться. Вау. Да пошло всё в жопу, это тупизна. Тупизна. Где я? Я даже не понимаю, где я уже. Я не понял даже, где я нахожусь. Я даже не смог среагировать на это! Вот, мне сюда надо было. Так, положим пистолет, пожалуй. Возьмём магнум. Поставим урон, оглушение и критический урон. Правда, это ничем не поможет, но... Хотя бы патроны истрачу. Возьмём магнум. Есть. Ну чего это? Ну чего это, а? Да сколько можно в самом деле? Гавнюк. Вау. Даже уворачиваться не надо было. Это какой? Второй раз уже эту попытку, да? Патроны. Патроны я уже здесь собрал что ли? Ну вот, отлично! Ух ты, морал! Ну вот, 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 невозможно от этого вернуться. Так, почти сдох он. Я его только не вижу. Черт. Ну и все, 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 началось. Черт. 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 Ладно, я финального босса, и я уничтожу сам себя. Вау. Перебор. Это всего лишь нормальная сложность. На последний, я думаю, там вообще застрелиться можно. От количества хп у него. Это маразм. Музыка. 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 Партиапис. Никаких вакцинах? Никаких. Да, конечно. Это может превратиться в городе. Я думаю, что мы закончили. Я буду на моем пути. Кто бы думал, да? Что те террористы получили помощь от великого комиссионера ФБЦ. Все-таки... Мы, похоже, не на тех работали. Я, кажется, предупреждал БСАА. И, может быть, и ты тоже. Мы нашли это в в районе Террогрегия. Мы закончили анализирование, так что ты можешь вернуться. Директор О'Брайан, вероятно, ты понимаешь наш дилем. Террогрегия. Без паник Террогрегия, те огромные массы не понимают об опасах, что находится перед ними. Да. Ты может, в факте, быть правым. Никто не имеет права меня удержать. Многое требовали моего доказательства. Это все для великого блага. Ты только ловишь себя. Ты говоришь себя. Уберите все, кто здесь. Но я не Данте. И ты не Верчилиас. Морган Лансдейл. Да, но вы как бы Гэпком, Дэвил Мэй Край и все такое. Неважно. И я положу тебя под арест на поспиции о конспирении с Белтро в плане и экзекуции Террогрегия Паник. Без все удовольствия, директор О'Брайан, БСАА сделает огромный ошибок. Да, всем глубоко насрать, потому что эти персонажи не появятся в новых играх Resident Evil. Может быть, наконец-то титры покажете? Вау, 512 Королева Мертва. Конец, представляете. Всего две смерти? Мне показалось, что больше. Намного больше. Так, подожди, это что, еще не финальный эпизод? Где мои очки за окончание игры? Нет, видите, за компанию дают, да. Все, я прошел игру, похоже. Сейчас, видимо, финальный ролик покажут, и на этом конец. Аааа, гребаный финальный босс. Чтоб тебя подкинул, он разорвало. Господи, зачем его делать было таким сложным? Мы можем наконец-то показать, что случилось в Террагризе. Да, но цена была высокая. БСАА должен быть огорчен. Встреча сейчас. И как долго он улетал? В последнее время. Так, эти два дебила выжили, господи, ты боже мой. Кит Намли возглавил восточно-африканское отделение BSAA, и моноград за заслуги во время операции в аэропорту Белая Хижина. Квинт Кэтчем же по-прежнему оказывается от руководящей должности, и работает в главном штабе BSAA в отделе исследований и разработок. Я не знаю, как он выжил, это бред. Паркера и Лучуя не обнаружили в Средиземном море у берегов Республики Мальта и спасли. После месячного курса лечения, Паркер вернулся к работе в должности специального оперативного агента в главном штабе BSAA. Я уже читал по-английскому, что было написано. Бла-бла-бла. О, боже мой. Клайв Р. О'Брайан решил взять на себя ответственность за свои деяния и уйти с должности руководителя BSAA. Типа, как драматично все закончилось. Ну ты хоть, не знаю, улыбнись на прощание всем. А какие деяния, о чем это он? Ну подумаешь, там взорвали два корабля. Подумаешь, что это сдох. Сейчас он является советником BSAA и пишет детективный роман. А у себя дома комфортно работает. Какая эпичная музыка была. А, отлично. Это же... Это же The Lost Nightmares. А вот Джилл Валентайн и Крис Эртвилд, они понятия не имеют, какая ужасная часть участи ему готова. Если хотите узнать, какая ужасная участь, пройдите в плейлист Resident Evil 5 и найдите там прохождение DLC The Lost Nightmares. Которая вышла к Resident Evil 5. Мы его прошли вместе с Елизаветой. Охереть, и как быстро титры идут. О боже мой, как они быстро бегут. Я никогда не видел у Capcom таких быстрых титров. Ну знаете, я прошел эту игру в присест, практически в один присест. За один день. Это у меня заняло... Сколько времени? Часов. Ну 10 допустим, я не знаю сколько. Но я считаю... Я по сути... Ну да, часов 10 с перерывами, если посудить. Часов 9-10 я прошел. То есть это вполне такая... Вполне такая объемная игра. Но вся продолжительность заключается в том, что ты просто-таки не знаешь, что тебе делать. И боссы здесь тебе наступают просто на яйца. Даже если у тебя нет яиц, они наступают тебе на яйца и топчутся на них. Потому что боссов в этой игре делал... Для боссов для этой игры делал какой-то садист. Вот серьезно, садист. У них много ХП. Они бьют тебя очень сильно. У тебя при этом мало ресурсов и прочего. В Resident Evil 1, 2, 3 не было таких боссов. В Resident Evil 4, 5, 6 тем более не было таких боссов. У тебя всегда были ресурсы, ты мог убить, все было хорошо рассчитано здесь. Здесь это просто издевательство. Это специально для того, чтобы продержать тебя подольше у консоли. Поэтому... Садисты делали боссов. В принципе, сам геймплей... Я не знаю, почему люди говорят, что эта игра... Она прям-таки как первая, вторая, третья часть. Оригинальные. Где? В каком месте? Это просто Resident Evil 5, по сути? Только без кооператива. И... Ну, с большим количеством эксплоринга, да? То есть, как бы... Взяли просто Resident Evil 5, поделили его, допустим, пополам, убрали все самое интересное. Из него кооператив, там, перестрелки, микроменеджмент. Микроменеджмент... То есть, нет микроменеджмента того, что, блин, Resident Evil делает Resident Evilом. То есть, нету травки, нельзя смешивать, нельзя ничего выкидывать из инвентаря лишнее. То есть, ты ходишь, как терминатор с каким-то большим количеством оружия и так далее. Затем... Ну, мне не страшно играть в Resident Evil, это не знаю, как вам. Кто-то говорил, что, мол, хоррор это не сурвайвл хоррор. Ну, типа... В названии игры присутствует слово хоррор. Блин, должно быть, типа, страшно, напряжно и так далее. Так вот. Играть в эту игру не страшно, так же, как и во все другие Resident Evil. И играется она, как Resident Evil 5, просто... Из которого убрали все самое интересное. И которые расширили, допустим, дополнением... Как раз-таки The Lost Nightmares. Просто его как-то размазали по всей кампании. И туда-сюда... Шлифовали. Ну, вообще, игра, она создана для портативок. В ней даже сама структура миссии под портативки заточена. То есть, там, миссии есть, там, по 15 минут, по 10 минут. То есть, как бы, когда покатаешь метро, пока ты на паре, допустим, сидишь, ты можешь пройти. А финальный босс и замочить уже дома. Я не знаю, чтобы никто тебя не отвлекал. И... Capcom просит слишком много денег за такой порт, на самом деле. 50 баксов. Это слишком много. Ну, 30 я бы еще отдал, но 50. Серьезно, за такую игру? Если бы... Если бы она была заточена именно под домашней консоли, то здесь был кооператив, какие-то другие, там, допустим, дополнительные режимы. Но все, что добавили разработчики, это дополнительный режим сложности, в котором просто были переставлены местами предметы на уровнях. То есть, не знаю, что это изменит. Не знаю. Добавлены дополнительные персонажи в режим Raid. Можно поиграть по сети в режим Raid. Ну, это можно было сделать и на 3DS. Просто надо было 3DS. 2 3DS. Ох ты, и финальный ролик какой-то дополнительный, как обычно. Давайте посмотрим. Я бы все сказал, то, что добавили, кстати, в полной версии. А, точнее, в улучшенной версии. Ах ты, тварь! Ты жива все-таки? Рыжий все-таки, говнюк. Почему спасать Паркера? Хм, у меня есть мои причины. БСАА не так полезно, как я думала. Все вещи могут действительно разогнаться. Правда, фон просто начинается. Ну так вот, если вы ищете что-то от Resident Evil 1, 2, 3, то эту игру не советую покупать, потому что здесь три четверти игры это экшен. Это экшен от перестрелки, как в Resident Evil 5, в Resident Evil 6, в Resident Evil 4 эта игра даже не доходит. Так что, честно, честно не знаю, зачем эту игру было портировать. Мне бы больше понравилось, если честно, в режим рейд играть. То есть там режим на двоих. Да-да-да, сохраняй куда хочешь игра. Игра говорит, что я за 7 часов, за 7,5 часов прошел игру, и мне кажется, что намного больше времени заняло прохождение, ну да ладно. Поэтому не советую брать, только если вы увидите ее со скидкой где-нибудь, там, я не знаю, на консоли за 1000-1200, можно взять, наверное, на ПК рублей за 300, или вообще скачать. Она больше, если честно, больше не достойна, если честно. Потому что, во-первых, это, ну, можно сказать, ну это не спин-офф, конечно, это как бы что-то, какой-то междометие между четвертой и пятой частью. Но все же, все же она не относится к номерным частям, к частям вообще. То есть все эти герои, которые здесь есть, они в номерные части и в другие части не попали абсолютно. Как, в принципе, и Шева, которая потерялась где-то там. Поэтому, поэтому, ну, я что-то как-то, ну, прошел, ну, не испытал никаких ощущений интересных. Игра как игра. Не знаю, чё Хаббиси поднимает, ставит ей такие высокие оценки. Такому порту надо оценки снижать. Я, если честно, не понимаю тех журналистов, которые ставят этой игре. 8,75 из 10. Куда? За что? Я не вдупляю. Здесь все плохо. Серьезно, контента мало. Сезон пасс, который продают, ну, блин, это просто... Деньга обдирал, а там такой контент просто ужасающий. Там дополнительные костюмы, бла-бла-бла. Все для режима рейд, в общем. Вроде бы все. Да, если что-то забыл, то и наплевать. Господи, это же игра такая страшная и убогая. Нет, нормальная игра, средненькая. Средненькая, я бы сказал. Не понимаю, если честно, чего все орут. Все эти люди, которые говорят, что эта игра близка к Resident Evil 1.2.3, они, скорее всего, не знают, что такое Resident Evil 1.2.3. И, скорее всего, они всасывают в 4, 5, 6 части. Я считаю, что 4, 5 часть это вообще бест части Resident Evil. На этом все. С вами был Эллен. Вы смотрели одно из первых прохождений в русском сегменте Ютуба игры Resident Evil Revelations. Извиняюсь за некоторые технические проблемы, которые возникли с игрой. И она сама почему-то удалила из себя музыку, потом сама ее восстановила рандомно. Я не знаю, честно, что было. Но в течение нескольких глав музыки не было. Я думаю, это не сильно повлияло на атмосферу. Да, это не важно. Я все равно разрушил все, что можно. Тем более ваши мозги уже, наверное, не варят. И никто это уже не слушает, поэтому я буду говорить всякую чушь, как обычно. Джойстик, ноутбук, 18 сантиметров, шарики, левое яичко. Всем до свидания. С вами был Эллен. Я прошел игру на ранг A. Я крут. Вы тоже, кто не смотрел это прохождение, получат по роже. Увидимся с вами в следующих видео прохождениях, которые обязательно появятся, наверное, когда-нибудь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова